В Югре зафиксирован рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе и по их вине. Сотрудники госавтоинспекции уверены, причина в том, что каникулы у несовершеннолетних проходят неорганизованно. Летние лагеря закрыты, не работают секции и кружки. Свободное время дети проводят во дворах и на улице. Жанна Кузьмина продолжит тему. На этом фото не удалось запечатлеть виновника ДТП. Пятилетнего малыша, который пару дней назад внезапно выскочил из-за припаркованных машин, возвращаясь с прогулки домой. А эти кадры с камер видеонаблюдения растиражировали многие интернет-издания. На парковке торгового центра под автомобиль угодил маленький ребенок. Врачи диагностировали у дошкольника открытую рану на голове и ушиб живота. И это лишь несколько случаев, что произошли за последнюю неделю в Югре. Количество наездов на детей в жилых зонах в округе увеличилось, отмечают сотрудники ГИБДД. К примеру, в Нижневартовске за два месяца зарегистрировали 9 подобных происшествий. В большинстве из них по итогам расследования виноваты подростки. Прежде всего с тем, что детям действительно негде быть. То есть все учреждения, культурные, досуговые, они все закрыты. В настоящий момент все эти дети находятся на уличной дорожной сети. То есть в основном во дворах. Поэтому это и привело к всплеску ДТП именно в дворовых территориях. Госавтоинспекция на регулярной основе обращается к родителям, разъясняет им необходимость обучения детей правилам дорожного движения, разъяснение правил поведения в той или иной ситуации, необходимость демонстрации правильного поведения на дороге. Только таким образом можно позволить сократить или не допустить дальнейшего роста ДТП с участием детей. Профилактика детского травматизма на дорогах остается прежней, отмечают в ГИБДД. Надзор и контроль со стороны взрослых. Этого же правила придерживается и пенсионерка Галина Шехерева. Своих внуков она сопровождает даже на прогулке в собственном дворе. Игровая площадка здесь, как и во многих городских микрорайонах, соседствует с проезжей частью, а это небезопасно. Однозначно учить, конечно. Надо постоянно детям объяснять, где правильно гулять, как что. Вот за ними, вот посмотрите, вот они бегают, отвернешься. Просто я уже им наказала, что гулять не пойду, если они будут баловаться. Они в садике им об этом говорят, они знают. Они даже сами мне подсказывают, где как переходить дорогу, все рассказывают. Их и в школе, и в садике учат. И мы когда идем, я тоже им объясняю, как надо правильно идти, где надо переходить. Вся информация о малолетних участниках ДТП и их семьях автоматически попадает в межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних. Каждому из них гарантирована индивидуальная беседа с инспекторами. Временно ее организуют в дистанционном формате. В профилактической работе задействованы еще и подростковые клубы. Они организуют онлайн-занятия по обучению правилам дорожного движения. Нижневартовск.